Лива, сейчас все поздравляют, все говорят, что сделан большой шаг вперед, но вот как-то все равно видно, что у тебя сквозит некоторая досада, да, немножко что-то гложет, кажется, что чуть-чуть не доделали. Ну да, конечно, обидно, что все-таки не дожали. Как-то, я думаю, все-таки могли еще забить, немножко, правда, не повезло. Ну, были шансы, конечно, будем работать, чтобы в следующий раз такой шанс не упустить и взять медали. Команда очень молодая была, может, где-то опыта не хватило, где-то в скамейке ты по 25 минут играла постоянно. Ну да, у нас молодая команда, мало игрового опыта у девчонок. К сожалению, не поехали три девочки, которых МОК не допустили. Они, мне кажется, нам бы очень помогли. И, ну да, где-то действительно не хватало игрового опыта девчонок, поэтому их поменьше выпускали. И, получается, на лидеров в основном у нас попадала большая нагрузка, и за это тоже накапливалась усталость. Ну, видимо, чуть-чуть не хватило нас. Приятно получить признание в регионе, вроде бы. Несколько лет уже в Дмитриеве играешь? Ну да, на самом деле приятно. Я даже не ожидала, мне рассказал Рыбяков об этом. Как бы очень приятно, что все-таки внимание какое-то уделило. Спасибо большое Владимиру Владимировичу за это. А вот так, если откровенно, то если изменится финансовая ситуация, и снова появятся в Тюмени деньги на женскую профессиональную команду, лучше бы дома играть или вот в составе сильной команды, составе чемпионов России? Ну, смотря какая команда будет, смотря какие игроки будут не играть, потому что все равно хочется играть в сильной команде, независимо, где она находится, в принципе. А сейчас задача какая была на концовку сезона? Ну и в составе сборной какие-то еще остались, турниры, ну и в составе клуба? Нет, в составе сборной у меня ничего не осталось, а в составе клуба будем бороться за первое место. Мы и так уже двукратные победители ЖХЛ, чемпионы просто России, и будем пытаться повторить, чемпионство взять опять. То, что сейчас Агидель так мощно катит, улучшили чемпионаты, что появляются, например, из команды, которые действительно сильны? Да, конечно, Агиделька уже более трех лет, борется с нами за чемпионство. Ну, для нас это не дает нам просто так тоже прохлаждаться. Приходится работать, потому что команды сильные, да, и Питер, и Красноярс сейчас тоже хорошо выступают.